приветствую вас давайте разберем ваш вопрос в первую очередь хочется сказать что психологи советов не дают ваш вопрос где вы просите дать совет к сожалению очень сильно похож на историю историю про перекладывание ответственность чтобы мы взяли ответственность за наше решение вы проговорите о том на все обратить внимание но чтобы сказать на все обратить внимание нужно подробно с вами поговорить и выяснить очень многие моменты очень много вопросов вам задать и тогда уже можно говорить вам о каких-то момент на которые нужно было бы обратить внимание но и то в этот момент в этом в этом все равно вам решать обращается вы на это внимание или нет важно вам это или нет ведь все зависит все и от ваших предпочтений от ваших реакций от вашей внимательности к тебе к тому что происходит с вами так или иначе на один момент я хочу обратить ваше внимание на то что вы говорите вряд ли я встречу кого-то кто поймет меня лучше него вот эта позиция что я вряд ли встречу кого-то кто поймет меня то есть иными словами когда вы когда вы говорите что-то подобное так когда вы говорите что-то такое вы автоматически на мой взгляд оставите себя в зависимое положение вот это прямом смысле слова зависит по большому счету и это мне кажется очень важный момент потому что получается что вы нуждаетесь в том чтобы вас понимали получается что единственный кто может вас понять это этот молодой человек и вы боитесь его потерять потому что если вы его потеряете то больше вас понять никто не сможет и вы будете чувствовать себя как вы как-то вот не очень мягко говоря хорошо вот мне кажется что в этом страхе и страхе остаться без того кто вас может понять ваш такой вот страх является одной из главных как мне кажется двигателей ваше отношение сейчас по крайней мере на данный момент и я бы очень соурал если бы сказал что данная мотивация подробная мотивация является чем-то хорошим к сожалению а может быть и к счастью нет потому что мотивация делает вас хоть только зависимым вот поэтому и прежде всего вам нужно увидеть а что это на меня значит значит история о том что мне так важно чтобы меня понял а что это на меня значит история о том что я боюсь например а что меня не поймут или боюсь там не знаю остаться там одной например 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 так далее вот что это такое для меня вот это как мне кажется куда более интересная история ниже чем что вы чем вы говорите сейчас по крайней мере так мне это кажется самое главное что вы могли бы некоторые как более свободно сделать себя чувствовать сейчас вы себя свободно не ощущаете То есть, то, о чем, на мой взгляд, вы говорите, это больше про ваши определенные страхи, про то, что вы боитесь остаться одна, например, боитесь того, что никто не сможет что-то своему разделить. А это значит, в свою очередь, что, скорее всего, где-то вы себя очень сильно ограничиваете, в чем-то вы себя очень сильно ограничиваете. Вот. И чувствуя себя не свободно, естественно, держитесь за мужчину. Ну вот, с которым у вас сейчас отношено, но тут на другом и быть не может. Вот. Поэтому надо бы сперва стараться решить ваши собственные проблемы. Вот. Я бы сказал, личность медиа. А дальше уже можно было бы о чем-то говорить. что, получается, что, не очень отдавая себе отсчет в том, что вы чувствуете к молодому человеку и так далее, не очень отдавая себе отсчет, вы уже хотите принять какие-то решения. Ну, решения, которые принимаются в подобных случаях, редко бывают качественными, редко бывают конструктивными, редко бывают удовлетворительными. Понимаете, они не из тех чувств, которые человеком, ну, воспринимаются как таковые, да? То есть, немножко другая, немножко разная мотивация. Мотивация происходит. Вот здесь. Вот. И это очень важный, как мне кажется, момент. Вот. 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 Именно решение своих возможных проблем, не посредством другого человека, не через попытку повлиять на другого человека, а именно обращением своего внимания на себя, на то, что вам важно, на то, что вам нужно, на то, чего вы сами хотите. Вот. Так, пока получается, что вы боитесь потерять, условно говоря, костыль, который у вас появился, вот вы боитесь его потерять от самой костыли, держите за него и за всех, собственно говоря, сил. Ну, это, конечно, понятно, что вы за него держите, что тут как бы особо вариантов, наверное, и нет, но тем не менее более свободны вас подавные позиции не делают. Вот. Молодой человек, очевидно, увидел и почувствовал, что вы слишком сильно в нём нуждаетесь. Молодой человек увидел и почувствовал, что вы тянетесь к нему, вот, и, собственно говоря, решил, что он может чего-то наделал, чтобы он может попробовал переложить на вас ответственность за свои какие-то желания. И, внезапно, судя по тому, что вы задаёте вопрос, у него это, судя по всему, получилось. Ну, потому что, если бы у него это не получилось, вы бы свой вопрос внезапно просто бы прислушались к себе и сказал бы, что, ну, для меня сейчас, например, неприемлемо, там, уезжать в другую страну, вот. А поскольку ничего подобного с вашей стороны нет, то я решу предположить, что у него получилось. то есть, теперь вы боитесь, что не встретитесь, что просто расстанетесь, вот. И так далее. Боитесь остаться, то есть демонстрируйте, опять же, свою информацию не самостоятельность. Вот. Это и является ключевым фактором, на который вам имеется нужным образом обратить свое внимание. здесь. И сейчас. До того, как принимать решение, было бы неплохо понятно. Что для вас значит человек? Ну, вот вообще. Что для вас значит этот человек? Какие чувства, конкретные чувства, вы к нему испытываете? Любовь. А, может быть, это все-таки что-то другое. Не любовь. Понимаете? Что-то на мой вклад. Важный момент. И одну вам признать это будет страшно, скорее всего. Одна вы предпочтете не признавать этого. Одна вы предпочтете не сталкиваться с этим. Одна вы предпочтете сделать вид, что это любовь. И это ваше право. Но, тогда, скорее всего, вы всегда будете чувствовать себя не свободно. Хотите вы этого или нет решать вам? Я думаю, что... Моей задачей не является первоспитанием или переубеждением. Моей задачей является показать, как обстоят дела с точки времени психолога, с точки зрения психотерапии. А дальше уже, я думаю, вы вполне способны решить самостоятельно, как лучше вам действовать. Вот как-то так. Я бы вам сейчас ответил на этом все. Желаю вам самого доброго. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что определенные выводы вы постараетесь сделать. Потому что, если сейчас, например, вы не будете к себе внимательны, если сейчас вы, ну, в буквальном смысле, вот, спустите ситуацию на драматах, то вас может загрудить очень сильно людей, которые уезжали в чужую страну к своим партнерам, ну, в данном случае, женщин, которые уезжали к своим мужчинам в другую страну. И там становились, мягко говоря, очень уничтожными. Таких людей я в своей практике знаю не так очень мало. Это не связано с тем, что мужчина плохой. Это не связано с тем, что женщина какая-то дефектная, неправильная. Нет, это подсказано с тем, что если отношения выстраиваются на таких основаниях, что человеку изначально дается много власти, то грех этой власти не воспользоваться. Так будут думать абсолютно все. Это вот такая. И если, например, вы не замечаете чего-то, ну, вот просто вот так вот получилось, что вы не заметили чего-то важного в своей жизни, в своих чувствах, в своих отношениях с молодым человеком, то дальше это будет усиливаться, дальше это будет усугубляться, скорее всего, к сожалению. Но не двигаться он не впадающий. А молодой человек, он не станет меньше от вас требовать, например. Он скорее-скорее будет требовать от вас больше, потому что поймет, что можно. Теперь можно. Поэтому решать этот вопрос исключительно вам. Я надеюсь, только что решите вы его максимально для себя корректно и хорошо. Вот. Удачи вам! Всего самого доброго! Обращайтесь с помощью. Не затягивайте. Вот. Будем рады помочь. Watten вы новыми!